Здравствуйте! Это НашНовосибирск. Программа о том, как сделать комфортной жизни в своем доме, во дворе и в городе. С вами Вячеслав Горчаков. Как выбирают лучшую управляющую компанию в Новосибирске? Как украшают город цветами нынешним летом? И на что согласны жители ветхих домов, чтобы переехать в благоустроенные квартиры? Обо всем этом и не только сегодня в программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это похоже на розыгрыш спортлото. Те же бочонки с номерами, та же непредсказуемость результата. Только определить нужно не 5 значений из 36, а 10 из 30 адресов на участке управляющей компании. Их и будет проверять конкурсная комиссия. Подготовиться жилищникам к такой проверке невозможно. Только если провести тотальную уборку всех домов и дворов. Жюри не упускает ни одной детали. Смотрит на месте, скошена ли трава на газонах, в каком состоянии водостоки и мусоропровод. Все тут же берут на карандаш и фотографируют. Критериев оценки с добрый десяток. Члены комиссии смотрят не только дворы, но и подъезды, лифты, фасады, подвалы. Все это каждодневная забота жилищных организаций. А конкурс как экзамен на профпригодность. Мы не собираем собственников дополнительные средства. Это те деньги, которые собственники платят за обслуживание. Во дворе внимание уделяют даже освещению и информационным стендам. За мусор, непобеленные деревья и сухостой баллы снижают. И напротив добавляют, если во дворе видна работа самих жильцов. Это не просто, я говорю еще раз, какие-то посаженные цветочки. Может быть какие-то там, я не знаю, разработки, может быть обийские горки. Может какие-то ручьи там сухие сейчас придумывают из-за различного там мелкого гравия и так далее. Если какой-то жители, да, какую-то в лепту внесли, они за этим и ухаживают, и сохраняют. Например, Анатолий Гусев с соседями высадили во дворе с десяток молодых лип. Саженца окопали, стволы защитили от повреждений. Сами садили, сами ухаживают. Вот видите, как это обделано все это. Чтобы трава не росла, что когда будет, косить. Чтобы липу не попортил. Смотр-конкурс практически завершился. Все дворы комиссия осмотрела. Осталось подсчитать баллы. Три управляющие компании, которые получат в сумме самые высокие оценки и назовут лучшими в городе. Их наградят 1 июля вместе с самыми активными работниками жилищно-коммунального хозяйства города. Тем временем в Новосибирске всю неделю завершали подготовку к одному из главных праздников в году – ко дню города. Для всех служб, от которых зависит чистота, порядок и красота на улицах, это своего рода ориентир – крайний срок для того, чтобы сделать последние штрихи к летнему портрету Новосибирска. О том, как уже успели украсить городские клумбы, газоны и скверы, и как еще украсят за короткое сибирское лето, говорим заместителям директора горзеленхоза Максимом Салаховым. Максим Павлович, ну, все обратили внимание, что каждый год, каждое лето город все-таки несколько по-иному выглядит в плане цветочного оформления. Вот что изменилось в этом году? На какие сорта сделали упор? Ну, мы стараемся, конечно же, каждый год, чтобы у нас город к дню города, так сказать, выглядел празднично, выглядел хорошо, красиво. Вот, и использовали различные цветы в своем оформлении, такие как бархатцы, вербены, сальвии, цинерайи. Вот, отказались от роз в этом году. А почему, кстати? Ну, с одной стороны, дорого, с другой стороны, по климатическим своим, по факторам, по своим, они не очень приживаемые у нас здесь. То есть, ну, выглядит не очень красиво, поэтому мы решили сделать упор на другие цветы. Ну, вот таким вот образом. А какие-то новинки, абсолютные новинки для Новосибирска появились? Абсолютных новинок нет. Дело в том, что тот ассортимент, который мы используем, он уже отработан годами и зависит именно от нашего климата, от того, как эти цветы ведут себя в городе. Потому что ни для кого не секрет, что городская среда губительна достаточно, то есть она агрессивна для цветов. И мы выбираем только те сорта, которые имеют хорошую приживаемость, при этом имеют высокие декоративные свойства. Прогуливался недавно, буквально на минувшей неделе, в преддверии Дня города по улице и заметил, как сотрудники Горзеленхоза активно работают. Действительно, вот эта неделя была для вас относительно сложной в преддверии праздника? Ну, я бы не сказал, что мы целенаправленно эту неделю упирались и делали большинство, большой объем работы. Мы это делаем каждый год, она для нас плановая. Просто мы, конечно же, стремились украсить город именно к Дню города, чтобы это была работа законченная. И последние штрихи, да? Конечно, конечно. Производим обрезку санитарную, омолаживающую обрезку деревьев, мы косим траву, мы высаживаем цветы, мы убираем от мусора город и так далее. Заборчики мыли, я видел. Да, мыли, заборчики, то есть мы до этого красили, то у нас именно в весну-весенний период происходит процесс окраски заборчиков, то есть как бы ограждение по Красному проспекту, по восходу и так далее. То есть мы их все красим, еще и к 9 мая мы это делаем, ну а потом моем, конечно, подкрашиваем, где-то необходимо, чтобы был красивый вид. Максим Павлович, ну всем известно, что этот год в плане финансов не слишком удачный и для города, и для страны в целом. Пришлось ли как-то пересмотреть ваши траты на цветочное оформление города из-за кризиса? Бюджет имеет такое основательное давление в нашей работе, но тем не менее мы пытаемся, пытаемся основные видовые точки, основные акценты в городе выполнить, то есть такие как площади, такие как развязки, мы пытаемся их превратить в красивые видовые точки, чтобы народ радовался, чтобы у нас был красивый город. Ну что делать? Выходим из положения. С деньгами не повезло, зато с погодой повезло, жаркая весна была относительно, жаркий июнь хороший, но вот как погода сказывается на вашей работе? Ну безусловно она сказывается самым непосредственным образом, потому что лето началось достаточно рано, и у нас вся наша работа сдвинулась буквально недели на две, наверное. Раньше? Да, чем обычно мы это делаем. Вот, очень сильно это сказалось на кошении, на газонах, то есть трава везде начала всходить одновременно, и раньше на две недели, чем обычно. Поэтому очень, ну серьезные были у нас сложности с выкосом травы по всем нашим территориям. Вот, и соответственно мы сдвинули и посадку цветов, и все остальные работы тоже были сдвинуты. Ну и поливать клумбы приходится гораздо чаще в такую погоду. И вот, кстати, обратил именно в этом году, этим летом внимание, что на многих развязках газоны поливаются автоматически, вот такими струями, которые идут прямо из газонов. Это какая-то новинка нынешнего года или еще раньше все появилось? Я бы не сказал, что это новинка, но у нас в городе можно считать ее новинкой. Была система смонтирована, насколько я знаю, в прошлом году. Вот, дело в том, что многие наши площади, многие наши клумбы, особенно которые находятся на развязках, площадь Калинина, допустим, площадь Лунинцев, вот, они не имеют доступа к воде, и не всегда удобно поливать их бочками, которые ездят. Вот, поэтому было принято решение смонтировать систему автополива, которая в зависимости от влажности почвы бы поливала газоны и цветы, которые на них располагаются. Но хорошая погода омрачается большим количеством тополиного пуха в Новосибирске, так всегда каждый июнь бывает. А планируется ли постепенно заменить тополя на другие деревья? Тема очень животрепещущая, потому что постоянно очень много писем нам и в ГУБО приходит по этому вопросу. В основном эти тополя были высажены в 60-70-х годах прошлого века, вот, когда нужно было город озеленять очень быстро, в короткие сроки. Не секрет, что тополь одно из самых быстрорастущих деревьев. Вот, и после того, как начал тополь пушиться, то есть мы получили вот такую проблему от аллергиков и так далее. Но сейчас происходит процесс, он уже давно начался, этот процесс, процесс смены видового состава деревьев. То есть мы взамен вот этих пушащих тополей сейчас высаживаем не пушащие виды, гибридный тополь, серебристый тополь. Вот, и не везде, конечно, это возможно сделать, потому что местами вот эти вот посадки проходят по инженерным коммуникациям, где мы, в принципе, заменить не можем деревья. Вот, поэтому часть остается, часть мы меняем. То есть, но мы идем по пути постоянной замены, ищем варианты. Ну, и лето у нас в самом разгаре, оно еще не кончается. И какие цветы, какие клумбы вы будете обновлять в ближайшие два месяца, да? Зависит от того, какие цветы от текущих клумбов, которые были выполнены, завянут, где-то они подгорят. То есть это обычный процесс, технология. Те мы цветы и будем менять. Мы всегда оставляем резерв небольших цветов для постепенной замены в течение года. Спасибо большое вам за интервью и с праздником, с Днем Города. Спасибо вас также. А я напомню о том, как уже украсили, еще украсят городские клумбы, газоны и скверы. Этим летом мы говорили с заместителем директора горзеленхоза Максимом Салаховым. Долгожданное новоселье скоро отпразднуют десятки семей, которые прежде ютились в бараках. На минувшей неделе им вручили ключи от квартир в новостройках. Можно будет переезжать после оформления документов. Специально для них построили два дома в Калининском районе. Правда, ради более комфортного быта многим придется покинуть родные кварталы и перебраться на другой конец города. Как к этому отнеслись переселенцы? Ольга Тигунова в двухэтажном деревянном бараке в районе телецентра жила 30 лет. Ветхое здание постоянно топили дожди. В квартирах не могли вывести тараканов. Когда семьи Тигуновых предложили новое жилье по программе переселения, согласились, не раздумывая. Хотя переехать пришлось в другой район. Ничего страшного, обживемся. Все хорошо здесь. Есть добираться, автобусы есть. Ничего страшного такого нет. Даже если далеко. Воздух чище. Для программы переселения из ветхого и аварийного жилья построили сразу два больших дома в Калининском районе. На улицах Немыткина и Мясниковой. Средства на это выделили городской, областной и федеральные бюджеты. Практически до начала строительства, уже при проекте планировок, каждый из жильцов фактически знал, в какую квартиру он поедет, в какой площади. И фактически, единственное, что мы меняли, это, может быть, этажность, исходя из каких-то потребительских качеств, состояния здоровья переселяемых. То есть мы пытались факторы учитывать. Семья Корягиных прежде жила в центре на улице Некрасова, в старом бревенчатом домике на двоих хозяев. 16 лет без элементарных удобств. А теперь благоустроенная квартира в новостройке. Замечательное впечатление. Квартира очень понравилась. Отделка просто супер. Даже не ожидала, когда зашла, даже не ожидала, что именно так будет. Впечатление просто удивительное. Замечательное. Замечательное. Мы были очень довольны, когда пришли туда, посмотрели. Поэтому очень благодарны нашим властям городским, что туда в таком уровне пенсионерам дают жилье. Переедут в новые квартиры после оформления документов ближе к осени. Всего новоселье здесь отпразднуют более 400 семей. Кроме бывших жильцов ветхих домов, ключи получат 30 семей детей-сирот и две многодетные семьи. Для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий, на сайте мэрии создали электронную очередь. Это позволит сделать прозрачнее процесс выделения квартир и переселения людей. В этом году она уже работает. И каждый из тех, кто стоит в очереди, может набрать себя, посмотреть, каким он в очереди стоит. Как продвигается, каковы условия. То есть здесь это тоже очень важный такой аспект для того, чтобы публично это все проводить. В этом году снесут 23 старых барака. Еще два десятка в плане расселения на следующий год. Для этих жильцов или построят новые дома, или купят им квартиры в уже готовых, в разных районах города. В Кировском районе орудуют мошенники, рассылающие жителям подозрительные счета. Якобы нужно оплатить техобслуживание и модернизацию лифтов. Причем такие письма приходят не только в дома, в которых кабинки не собираются пока менять, но и в дома, где лифтов отродясь не было. К тому же в квитанциях не указывают точный адрес и данные собственников. Чтобы не угодить в ловушку, жильцам необходимо уточнять информацию своей управляющей компании. Будьте внимательны. Очистить город от незаконно установленных ларьков и павильонов станет проще. Сносить их можно будет без решения суда. Соответствующие поправки предлагают утвердить городские депутаты, чтобы уже этим летом начать борьбу с самостроем. Раньше, чтобы демонтировать нелегальные торговые точки, приходилось вести долгие судебные тяжбы. Теперь судьбой самовольно построенных киосков займутся районные администрации. По последним данным, в Новосибирске находятся 3000 нестационарных торговых точек, и половину из них установили незаконно. Проверить лично, насколько чистые автобусы в городе, решили специалисты Гортранса, причем вместе с самими перевозчиками. Особого регламента нет. Тут, наверное, как общечеловеческие понятия должны быть. То есть, в принципе, наконечные, нетрудно же подмести пол, протереть поручной тряпочкой. Ну, что такого сложного? Серьезных нарушений на минувшей неделе не обнаружили, но несколько актов все же составили. В салонах общественного транспорта не было необходимой информации, в частности, номеров телефонов, по которым пассажиры могут сообщить о любых нарушениях транспортной компании. Большинство автобусов приходили на остановки все-таки чистыми. По словам перевозчиков, вечером автобус обязательно моют внутри и снаружи. За этим следит водитель. А утром санитарное состояние, после технического, проверяют механики. Если по какой-то причине машина выходит на маршрут грязной, ее могут снять с линии. Это нарушение, оно карается с нашей стороны дисциплинарными воздействиями. Ну, а со стороны пассажиров у нас в каждом салоне висит телефон доверия. Они могут позвонить и сказать. И тут же оперативно принимаются меры. Звоним водителю, снимаем с линии, проверяем, устраняем. И последнее. Управлять погодой в доме теперь можно будет через мобильный телефон. Разработка, конечно, не революционная. Интересно, что новосибирская. Новшество создали у мы Академпарка. Кондиционер, автономную вентиляцию и увлажнитель воздуха, по сути, связали в одну систему. Она сама создает оптимальный микроклимат в зависимости от того, сколько человек находится в конкретной комнате. И к тому же экономит электроэнергию. Которая при этом работает по принципу, можно сказать, plug-and-play. То есть человеку нужно просто включить ее в сеть, пройти пару настройок в мобильном приложении с подсказками. И все, она начинает работать. Ну и такой несколько, можно сказать, воздушный дизайн. Если на него посмотреть, как будто бы такое приятное завихрение. Ну и прямая ассоциация, собственно, с воздухом, с нашей основной темой. Уже сотня заказчиков в очереди, готовых потратить около 10 тысяч рублей на такую систему управления. Кстати, разработчики получили за нее авторитетную награду от Германского центра дизайна земли. Всех новосибирцев с Днем города, праздничного вам настроения. А у меня на этом все. Предложить свои темы для репортажей вы можете по телефону редакции 346-5003. Всего доброго. Увидимся ровно через неделю в это же время. Новосибирские новости. Все просто. Все по пунктам. Поможем, подскажем, покажем. Полезная информация для вас. Ежедневно, по будням, в удобное время. Новосибирские новости. Новосибирские новости.